Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции – ремонт колесных пар со сменой элементов. Что же включает в себя ремонт колесных пар со сменой элементов? Данный вид ремонта производят с применением прессовых операций, распрессовка колес или запрессовка колес, или замена негодных элементов колес или осени, новыми или старогодними. Колесные пары, имеющие сдвиг или ослабление колес на оси, подлежат распрессовке. Годные распрессованные элементы колесной пары используют для ремонта, а негодные вписывают вправо. При сочетании размеров сопрягаемых элементов, обеспечивающих получение прессового соединения с натягом, должно быть в пределах от 0,1 до 0,25 мм. Колесные пары формируют из старых годных осей или колес. Например, если колесная пара забракована по оси, то данную колесную пару расформировывают, ось отправляют в брак, а колеса запрессовывают на новую ось. Или же наоборот, если колесная пара забракована по колесам, допустим, на ней обнаружены какие-то трещины, или толщина обода уже вышла за пределы допускаемых, тогда колесную пару расформировывают, ось оставляют старой и на старую ось запрессовывают новые колеса. Рассмотрим последовательность ремонта колесной пары со сменой элементов. Первым пунктом этого ремонта со сменой элементов должна быть распрессовка колес на горизонтальном гидравлическом прессе. Если колесная пара, колесо, не снимается под предельным усилием пресса, то рекомендуется подогреть ступицу газовой горелкой. Если и после этого колесная пара не поддается распрессовке, то возможны два варианта. Первый. Если колесная пара забракована по дефектам оси, то ось срезает огнем газовой горелки у основания ступицы с целью сохранения колеса. Если же колесная пара забракована по неисправностям колес, то можно разрезать газовую горелку ступицу колеса, таким образом сохранить ось. Обработку осей и ступиц колес под запрессовку производят как по общепринятой машиностроительной системе, системе отверстий, так и по системе вала. Более экономичной является система отверстия, так как применяется при обточке новых осей и колес. Обточка старогодних осей и ступиц под запрессовку производится по системе вала, то есть обтачивают подступичную часть оси с минимальной глубиной резания, чтобы только снять поверхностные дефекты, и уже по ней подгоняют отверстия ступицы колеса. Обточку подступичной части оси нужно выполнять с учетом припуска 0,04 или до 0,06 мм на последующее уменьшение диаметра накатки роликами. Накатка делается с целью повышения усталостной прочности оси. Форма подступичной части оси должна быть цилиндрической. Допускается конусность не более 0,01 мм, овайность до 0,05 мм и волнистость до 0,02 мм. Операция накатывания позволяет повысить усталостную прочность оси, а также повысить твердость поверхности и снизить ее шероховатость. В настоящее время все новые оси подвергаются накатке в процессе изготовления, а старогодные оси накатывают непосредственно после проточки. Операция накатывания приводит к повышению твердости поверхности не менее чем на 22% и составляет где-то твердость по бринелю 219-229. Глубина наклепанного слоя после накатывания подступичной части должна находиться в пределах 3,6-7,2 мм. Шероховатость поверхности составляет 1,25 мк. Для обработки подступичных частей оси применяют универсальные токарно-винторезные станки. Какие же технические требования должны быть соблюдены при формировании? Значит, первое – посадка колеса на ось должна быть прессовой. Скорость движения плунжера пресса при запрессовке должна быть не более 3 мм в секунду и с обязательной записью диаграммы сила путь. Колеса и ось перед запрессовкой должны иметь одинаковую температуру. Допускается разность температур не более 10 градусов при условии повышения температуры колеса над температурой оси. Перед запрессовкой поверхности отверстий ступиц колес и подступичных частей оси должны быть тщательно очищены, насухо протерты и покрыты ровным слоем натуральной олифы или термообработанного растительного масла. Это может быть веретеное, льняное или подсолнечное масло. Качество прессового соединения колес с осью должны контролироваться по диаграмме запрессовки. При оценке диаграммы следует проверить значение конечных усилий запрессовки, длину сопряжения и форму кривой. Значение конечных усилий запрессовки зависит от диаметра подступичной части оси. Его принимают в пределах 370-550 кН на каждые 100 мм диаметра. При этом значения натяга должны быть в пределах от 0,1 до 0,25 мм. На данном слайде вы можете видеть различные виды диаграмм, которые могут получаться в процессе запрессовки, но их вы подробно будете изучать при изучении лабораторных работ формирования колесной пары. Разность диаметров колес по кругу катания в одной запрессованной колесной паре должно быть не более 1 мм. Колесные пары, предназначенные для вагона, эксплуатированные в поездах со скоростью свыше 140 км в час, должны быть подвергнуты динамической балансировке. Значение допускаемого дисбаланса должно быть не более 0,6 кг на метр. Сейчас я вам предлагаю посмотреть видеоролик балансировки колесной пары железнодорожного подвижного состава. Здравствуйте! Компания Технобаланс представляет новый станок для балансировки колесных пар. Станок изготовлен в соответствии с ГОСТом 4835-2006. Станок позволяет балансировать колесные пары как без буксовых узлов, так и с кассетными подшипниками и тормозными листами. Станок оборудован системой автоматического позиционирования и центровки колесной пары, устройством для закрепления редектора. Изменительная система станка сделана на базе металлической стойки промышленного компьютера и износа стойкого дисплея. А теперь подробнее о процессе балансировки. Колесная пара устанавливается на гидравлические укладчики. Они обеспечивают точное позиционирование колесной пары на балансировочном станке, также предохраняя ролики от повреждений. Важной особенностью станка является то, что балансировка происходит относительно кругов катания, согласно ГОСТ 4835-2006. Разгон колесной пары осуществляется с помощью приводного ролика. Ролик подводится актуатором. Актуатор управляется пунктом. Конструкция станка позволяет производить измерение дисбаланса уже на 150 оборотах в минуту. Это крайне важный фактор для обеспечения безопасности, повышения производительности и экономии электроэнергии. Запускаем привод вращения ротора. Актуатор управляется пунктом. Время измерительного цикла 8-10 секунд. По результатам измерений система выдает место и вес металла, который необходимо снять. При достижении допуска значения выделяются зеленым. В качестве дополнительных опций возможно изготовление оснастки для коррекции дисбаланса без снятия колесной пары со станка. Также возможна модификация для установки станка в углубление в цеху и подача колесной пары с рельсового пути. Значит, каждая колесная пара должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям. При этом колесная пара должна быть подвергнута внешнему осмотру и измерительному контролю. И данные, полученные при измерении колесной пары, должны соответствовать требованиям технической документации на ее изготовление. На торце шейки оси колесной пары в холодном состоянии должны быть четко выбиты знаки маркировки и клеймения. Колесная пара, которая подверглась динамической балансировке, должна иметь клеймо с буквой Б, которое выбито в холодном состоянии на ободе каждого колеса рядом с маркировкой. правой стороной оси колесной пары считается сторона, на которой нанесены сведения по изготовлению оси колесной пары. Сведения о формировании наносятся налево на торцах шеи оси с правой стороны. И сведения об испытаниях колесной пары на двиг также наносятся с правой стороны колесной пары. На данном слайде вы можете видеть все те знаки, которые должны быть нанесены на торцах оси. по итогам этой лекции я предлагаю вам ответить на контрольные вопросы для закрепления пройденного материала. Список используемой литературы тоже приводится в данной лекции для того, чтобы более подробно изучить предлагаемый материал. спасибо за внимание. Всего доброго. goat гепозор г conflict гепозор в . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...